Беларусь. Муж Тихановской, убыл на 18. Давайте вот краткий урок тюремной арифметики для следующих дегенератов, которые захотят быть революционерами. Значит, смотрите, вы пошли в политику, вы блогер, идиот, и решили, что будете следующим президентом. Окей. Дальше вас пакуют. Ну, потому что зачем вы нужны? Так хотя бы варежки будете шить, профессию освоите. Блогер – это же не профессия, это призвание души. Пока вы будете сидеть, ваша полюбовница, ну или полюбовник, я уж не знаю, может, вы Лелик и Болик, начинает демонить тему. Каждый ее эпизод – это плюс вам к сроку. То есть вы можете начать с элегантной двушечки, за время которой освоите профессию швию-моторист, а на выходе вы можете отхватить по самой си бемоль. Вот я в прошлом году уже говорил идиотам этим, куда вы лезете все. Пока вы сидите, вам вечерки, Алексеевичи и прочие бонч-бруевичи, слоначарскими, они накрутят срок такой, что вы припухнете сидеть. Ваш внук еще досиживать, может быть, будет. Хотя у вас уже детей-то не будет, не то что внуков. Все, все на себя берете. Узник замка Ив, пожизненная. И главное, вот это, знаете, вот это отребе, сидящее в Варшавах и Вильнюсах, неоправданно жестокий срок. Вы дебилы, конченые. Там, на вашей родине, в Беларуси, есть вы шаг. То есть к стенке прислониться, кладку кирпичную нюхать, подальше от глаз людских, вот это вот максимально жестко. Если бы вас бы тогда бы, как клопов бы, не раздавили в августе, то вы вполне могли бы надемонить мужу Тихановской точно на высшаг. Ой, ну бессмысленно об этом говорить.